Добрый день! С вами школа современных мам и пап Филипп Савент, где мы говорим с экспертами о беременности, родах и уходе за малышом первого года жизни. Меня зовут Казанцева Виктория, я врач-акушер-гинеколог и медицинский эксперт компании Филипп Савент. А в гостях у нас сегодня Анна Левадная. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Анна – кандидат медицинских наук, врач-неанатолог и популярный блогер в сфере педиатрии. Также мама двух детей. Правильно, Анна? Отлично! Анна, мы пригласили вас, чтобы поговорить об уходе за малышом первого месяца жизни. Мы с вами как мамы прекрасно понимаем, что это такое принести этот маленький комочек счастья домой. Возникает множество вопросов, что же с ним делать. И, наверное, первое, о чем бы хотелось спросить, о чем должны позаботиться родители еще до рождения ребенка? Может быть, приобрести что-то должны? Я всегда рекомендую не приобретать много, потому что много не понадобится в итоге. Например, какая-то большая, супербольшая аптечка, она не нужна. Если вы живете в городе, вы можете купить по мере необходимости ее наполнение. Обязательно нужно купить предметы гигиены. Это то, что понадобится с первого дня. Желательно, чтобы это был детский гипоаллергенный порошок, которым можно стирать детские вещи. И детский шампунь. Опять же, не часто нужно мыть ребеночка. Об этом мы еще попозже поговорим. Но, тем не менее, это то, что можно купить прямо с первого дня. Среди других каких-то медицинских предметов гигиены, это, понятное дело, подгузники. Возможно, это крем под подгузник. На всякий случай, желательно, чтобы он был, чтобы не случилось ничего экстренного. И среди каких-то препаратов это рекомендовано сейчас витамин D, который прямо с первого дня жизни разрешено и даже рекомендовано большинству педиатров давать детям ежедневно. Что касается безопасности, видите, две полоски. Пошли, купили блокиратор на окна, потому что это архи-архи важно. Например, автокресло. Это то, что нужно сразу. Без этого нельзя выписываться из роддома, если вы едете на машине. Да, да. То есть это такой предмет безопасности, из которого, например, на Западе даже не выписывают из родильного дома. Ну и, на самом деле, очень много таких предметов безопасности. Нужно посмотреть на свой дом глазами такого маленького малыша и сделать его безопасным, для того, чтобы не было никаких рисков хотя бы дома. Если малыш все-таки появился у нас, он где должен спать? В комнате с родителями, либо в отдельной комнате? Ребенок должен спать в одной комнате с родителями, но желательно, чтобы у него была своя кроватка. Это может быть кроватка, которая придвинута к родительской кровати, это может быть кроватка, которая стоит отдельно. Но, в общем и целом, рекомендовано, чтобы сон мамы и ребенка был в одном помещении. А какие рекомендации мы можем дать родителям по условиям, которые должны быть в комнате, где спит малыш? Это, конечно, влажность, температура и свежий воздух. Желательная температура в комнате это 20, даже может быть где-то 18-22. Для многих это очень холодно, но именно такая температура на самом деле будет комфортной. И я рекомендую всем взрослым потихонечку адаптироваться с 28, к которым многие взрослые привыкли, потихоньку-потихоньку сползать на более низкую температуру. Это в любом случае будет такой, в том числе, элемент закаливания, который мы можем прямо с рождения начинать. Влажность желательно, чтобы она была от 40% и выше, 50-60%. Можно купить увлажнитель воздуха, опять же, к вопросу, что мы можем купить. Но мы также должны беспокоиться о свежем воздухе, потому что он крайне быстро становится в помещении, которое закупорено. Крайне быстро повышается концентрация углекислого газа, который мы выдыхаем, и концентрация кислорода уменьшается. И здесь, конечно, такие весы. С одной стороны, свежий воздух, который мы хотим дать ребенку, с другой стороны, влажность. Как только мы открываем окно, влажность падает. Поэтому нам нужно найти баланс, регулярно проветривать помещение, и при этом точно так же регулярно следить за влажностью. Где-то нужно сделать выбор. Вот, например, я делаю этот выбор в пользу свежего воздуха. И хотя многие в нашей стране боятся сквозняков, тем не менее, я рекомендую все-таки встать на сторону свежего воздуха, потому что у меня был специальный прибор, которым можно было измерить концентрацию кислорода. И в замкнутом помещении она падает очень быстро, особенно где находятся люди, которые кислород это поглощает. Поэтому я бы уделяла этому такое вот особенное внимание. Сейчас масса всевозможных кроваток. Есть ли какие-то рекомендации, которые мы можем дать маме для того, чтобы она была уверена в безопасности ее малыша, когда он находится в кроватке? Необходимо, чтобы ребенок спал на довольно твердой, жесткой поверхности. Есть даже матрасы, проверяются, как будто бы аналог головки, кладут такой металлический шарик на сам матрас, и он не должен очень сильно прогибаться. Это должен быть либо матрас средней жесткости, либо жесткий матрас. Даже если нам кажется, что это как-то не очень комфортно, ребенку нормально, потому что у ребенка еще не выражены изгибы позвоночника, и ему на такой кроватке будет в принципе комфортно, ему не нужна перина. И вообще в целом, чем меньше предметов будет в этой кроватке, тем безопаснее будет нахождение ребенка в ней. Желательно, чтобы там не было лент, мягких игрушек, даже вот эти вот красивые бамперы, бортики, они тоже не рекомендованы. Это очень мило выглядит, и родители их используют для того, чтобы ребенок не ударился, это тоже понятно. Но вот рекомендации, они сводятся к тому, что не нужно их делать, потому что ребеночек может уткнуться в них личиком, и это может помешать дыханию. Конечно, есть определенные требования к безопасности самой кроватки. Например, прутья должны быть не слишком широкие, чтобы головка малыша не пролезла, и не слишком узкие, чтобы туда не могла пролезть головка. Рекомендовано ориентироваться на алюминиевую бутылку из-под Кока-Кола, она должна быть ровно вот такого размера. Конечно, кроватка должна быть крепкая, желательно без движущихся механизмов. Есть, например, маятники, механизм в виде маятника, тоже есть опасность, что ребенок просунет ручку, и это будет довольно опасно. В идеале простыня должна быть хорошо натянута, ребенку до двух лет не нужна подушка, и вообще лишние предметы, например, одеяло, мы тоже стараемся, в том числе тяжелое, теплое одеяло, мы стараемся не использовать. Есть специальные, особенно на Западе распространены мешки для сна, которые используются для детей. Или это будет, или бодик можно, просто ребеночек спит в бодике. То есть вот идеальная картинка, это у нас открытое окно, теплый бодик, и ребенок где-то на свежем воздухе спит без лишних предметов. Причем довольны и ребенок, и мама. Да, да. Анна, еще молодые родители, они очень трепетно относятся ко всему, что окружает их деток. И вот такой вопрос, стоит ли гладить одежду после каждой стирки? Уже известно, что наличие такой богатой микробной среды вокруг ребенка, оно снижает риски аллергических реакций. Например, есть связь, что наличие собаки в доме уменьшает вероятность аллергических реакций за счет микробного разнообразия. И в том числе это касается бесконечного желания все-все-все почистить. Есть определенные понятия, как иммунологическое разнообразие, иммунологическая бытовая иммунизация. И в общем, с каким-то контактом мы с микрофлорой, мы хотим, чтобы ребенок встретился. Это добрая микрофлора. Почему я говорю добрая? Потому что в больнице она не добрая. У нас в больнице такая очень агрессивная, устойчивая к антибиотикам микрофлора. И мы хотим, чтобы максимально разнообразно ребенок получил такую хорошую микрофлору, чтобы она заселилась и компенсаторно могла подавить другие какие-то патогенные бактерии. Анна, скажите еще, пожалуйста, про режим дня. Вот для маленького ребенка, который только что родился, это вообще актуальное понятие? Или ни о каком режиме не может быть речи? Сейчас мы мам обрадуем. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Это зависит от мамы, потому что, увы, до практически 6 месяцев мы не можем заставить ребенка жить по режиму, как бы нам это ни хотелось. Он все равно, у него будет рваный сон, где-то он поспал 20 минут, где-то он поспал 2 часа. Мы не можем это регулировать. Да, ребенок первого месяца жизни спит довольно много, и мы можем думать, что он у нас подвластный нам. И нашему режиму. Но со временем режим все равно начинает сбиваться. Ребенок где-то просыпается раньше, где-то позже. И нам сложновато это отслеживать. Но мы должны отследить время кормления. В чем сложность? Что мы отслеживаем время кормления и отслеживаем время бодрствования. Вот про кормление все знают. Это идея красной ниткой проходит в любой женской фигуре в России. Но вот идея того, что ребенок должен вовремя уйти в сон, не перевозбудившись. Вот об этом знают не все. Потому что на самом деле новорожденный ребенок готов, его нервная система готова спокойно, без истерики, уйти в сон. Примерно через 40-60, максимум час 20 после пробуждения. И вот этот момент важно отслеживать. Потому что если мы ждем, пока ребенок самостоятельно где-то выключится, то мы можем упустить этот момент. И нервная система уже не способна к самоуспокоению в раннем возрасте. Мы немножко упустим, и это приведет, можно называть это истериками, но в принципе сложно будет уложить ребенка спать. И потом может нарушиться сон. Поэтому я рекомендую отслеживать время бодрствования для того, чтобы вам было проще. Конечно, в это отслеживание время бодрствования надо как-то кормление. Успевать еще покормить, а еще и переодеть. И закупать, и с папой пообщаться. Отлично. Но ничего, вы приспособитесь. Я могу сказать, что все приспосабливаются. Анна, а сколько должен спать малыш? В целом, опять же, здесь нет какой-то такой четкой цифры. Есть довольно-таки широкий диапазон. Доношенные детям рекомендовано, чтобы они спали от 14 до 17 часов в сутки. Но опять же, все зависит от зрелости нервной системы. Если ребенок выдерживает бодрствование час, это одна история, 40 минут, это другая. Мы суммируем все часы ночные, не ночные, а все часы сна. И в целом подсчитываем, сколько спит ребенок. Самое главное, конечно, чтобы маме было более-менее комфортно. Если, например, малыш ночью просыпается, и у него немножко сбился режим, то мы ребенка поправляем. Мы объясняем ребенку, нет, дорогой, так не пойдет. У нас ночь, мы продолжаем делать вид, что у нас ночь. Мы не включаем свет и не проводим какие-то бодрствования. Получается, если малыш все-таки не различает день и ночь, родители могут помочь ему адаптироваться? Это бывает не всегда, но часто бывает. Детки путают после выписки из роддома, иногда они путают день с ночью. И можно где-то разбудить, если он больше 3,5-4 часов спит. Мы будем ребеночка днем. И ночью, наоборот, мы делаем вид, что нет, у нас ночь, мы продолжаем спать, не включаем свет. И ребенок, на самом деле, очень быстро, через пару дней уже понимает, что ночь это ночь, а день это день. Вопрос в том, когда он с утра проснется. Вот это, конечно, более такой актуальный вопрос, потому что многие дети просыпаются очень рано, и это нормально. И в том числе дети просыпаются ночью поесть вплоть до 8, 9, 12 месяцев. А если грудное скормление продолжается дольше, то и, в общем, до полутора лет они могут ночью просыпаться, и даже больше. И это то, к чему должна быть готова мама, к ночным пробуждениям и к ночным кормлениям, которые крайне важны для нормальной выработки пролактина и для нормального становления лактации. А вот что касается пеленания, нужно или не нужно? Вы знаете, что раньше считалось, что необходимо пеленать детей, знаете, за эти ножки прямые были. Да, мне даже заставляли первая рейданка, нам 8 лет. Слава богу, ноги прямые, но мне кажется, это... Вопреки, да? Да, вопреки пеленанию. Да, ну сейчас, конечно, все сошлись во мнении, что тугое пеленание, которое выпрямляло ножки, оно не полезно. Что малыш все-таки должен двигаться. Он во сне в том числе какие-то движения проводит. И, ну, если ребенок нормально засыпает без пеленания, то мы его не пеленаем, не пеленаем вообще. Но пеленание допустимо. Есть не тугое пеленание, когда ребенок все-таки может двигаться под пеленочкой. Некоторым детям это помогает не разбудить себя. У деток выражен рефлекс морой, это вот такое разведение ручек, вздрагивание. И они часто будят себя какой-то звук, они рефлекторно вздрагивают руками и просыпаются. Я прям на своих детках помню. Да, да, да. И некоторым деткам помогает такое легкое удерживание. Сейчас хорошие такие пеленочки есть, эластичные, удобные, с кнопочками, с молниями. И это помогает сделать сон более крепким и более продолжительным. А вот что касается прогулок. Когда мама может пойти и погулять со своим малышом? И есть ли какие-то температурные ограничения, когда лучше маме не показывать свой нос на улице? Ограничения в основном касаются морозов. В жару, в общем, наверное, какие-то запредельные цифры тоже будут у нас таким поводом остаться дома. Но в России, увы, более актуальны низкие температуры. И опять же, единой цифры нет, потому что это зависит от влажности и от возраста ребенка. Но в целом при такой стандартной средней полосе России, при стандартной влажности, это примерно 13 градусов ниже нуля. Ниже этой температуры аккуратнее нужно выходить на улицу. Есть дети очень чувствительные в силу особенностей кожи, чувствительные к морозу. Мы должны следить за тем, чтобы у них не появлялось обморожение, потому что у них по-другому немножко кожа устроена, в ней больше воды. И легче возникает обморожение, чем у взрослых людей. Это то, что касается низких температур. Здесь какой-то баланс нужно найти. Опять же, всегда можно найти компромисс. Можно оставить ребеночка спать на балконе. Например, если это застекленный балкон, то там будет не так холодно, как на улице. Что касается тепла, то особо ограничений здесь у нас нет. Важно, самое главное летом, это защищать ребенка от ультрафиолета. Детям до 3 лет не рекомендовано находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Их кожа еще не может выработать нормальную защиту от опасного ультрафиолета. И что самое неприятное, что мы это воздействие не увидим, потому что воздействие ультрафиолета в раннем возрасте повышает риск меланомы или рака кожи в более позднем возрасте. Мы стараемся детей оберегать от ультрафиолета. А что касается того, когда гулять, когда угодно, вы выходите из роддома, вы выходите на улицу. И первая прогулка. Это, по сути, и есть первая прогулка. Дальше уже зависит от температуры на улице, от вашего внутреннего желания выйти, от ваших каких-то личных обстоятельств. Если у вас еще пятеро детей дома, то понятно, что из-за новорожденного вы не будете сидеть дома. У вас есть какие-то дела, и мама многодетная это прекрасно знает, что новорожденный уже подстраивается. Но психология мам первенцев, она немножко другая. Они очень трепетно относятся к детям и стараются с них пылинки сдувать. Я призываю расслабиться всем, потому что много вещей сейчас признаны не такими серьезными и важными, как, например, время первой прогулки. Мамино такое чувство обогреть малыша, укутать его, потеплеить, чтобы ему было прям очень-очень тепло. Как не допустить перегревания ребенка? Тоже очень хороший вопрос, потому что дети перегреваются, на самом деле, гораздо легче, чем мы думаем. У них немножко другой теплообмен, и они быстрее и скорее могут вспотеть, чем, опять же, переохладиться. Поэтому мы ориентируемся, раньше было рекомендовано ориентироваться на себя, плюс добавлять еще один слой. Сейчас нет, мы ориентируемся на себя. Вот как мы одеты, без еще одного слоя. Более того, моя религия, она подразумевает полное доверие в этом вопросе ребенка уже с очень раннего возраста. Ребенок может подавать сигналы. Мы можем услышать, что ребенку жарко или ребенку холодно, и это его право выбирать количество слоев одежды. И оно может не совпасть с вашим. Я очень часто слышу взрослым уже ребенку, говорят, надень кофту, потому что мне холодно. Мне холодно, надень кофту. То есть такая логика, мне холодно, а ты надень кофту. Хотя у детей другой совершенно теплообмен. Я это практикую на своих детях. Они могут быть одеты гораздо легче, чем я, потому что мне так комфортно. Одежда это вообще элемент комфорта. Нам должно быть комфортно. Мы не заболеваем, в принципе, от того, что это только очень сильное переохлаждение должно быть, чтобы ребенок действительно заболел какими-то бактериальными инфекциями. В большинстве случаев, это 95% случаев, мы заболеваем от того, что сталкиваемся с вирусами, и причина этому у нас не отсутствие шапочки или промокшие ноги. А что касается малышей, то мы ориентируемся на эту часть, не на нос, который может быть холодным, щеки могут быть холодными, а на заднюю часть шеи, которая должна оставаться теплой. Вот, ручки, ножки малыша могут быть прохладными, это нормально, даже более того скажу, когда ножки у ребенка холодные, то повышается секреция специального такого иммуноглублина А секреторного в носу, и это играет некую защитную роль, можно сказать, повышает иммунитет. Вот, поэтому не перекутать. Ну и, конечно, основной критерий, что вы принесли ребенка домой, он вспотел. Очевидно, что вы его разделили, он мокрый. Да, мы перестарались, мы запомнили, как он одет, во что он был одет и какая температура. Это будет самый такой верный способ, потому что очень много детей, все разные, и количество слоев одежды, в общем, будет различное. Анна, ну мы с вами спать уложили, погулять погуляли, давайте теперь покупаем. С какого возраста мы можем купать наших деток? Здесь тоже все стало проще. Раньше рекомендовалось не купать ребенка до отпадения пуповины, сейчас можно купать, пока еще не отпала пуповина, но рекомендовано промакивать насухо пупочную ранку после купания. Но в целом никаких возрастных ограничений нету. Ну, в принципе, если вам неспокойно, через несколько дней после того, как вы принесли ребенка из роддома, но если вы хотите, можно купать его сразу. Здесь тоже, опять же, ограничений нет. Начинаем примерно с 37 градусов купать, но постепенно, постепенно мы уменьшаем, мы можем уменьшать температуру. И некоторые родители, которые хотят закаливать ребенка, то они могут понижать температуру до какой-то для ребенка комфортной температуры. Опять же, следующее, где купать, это может быть маленькая ванночка, может быть большая, особой разницы никакой нету, кроме гигиенических каких-то историй. В маленькой ванной легче наполнить, быстрее искупать в ней ребенка, в большой объем воды больше. Ребенку такой, наверное, в начале объем большой не особо нужен. И у купания несколько важных функций. Это не только очищение кожи, но это и, по сути, физкультура, по сути, это плавание для ребенка. Это всегда развитие мышц, это общение с папой, общение с мамой. Обычно всегда это такой большой ритуал, в котором вся семья участвует. Да, да, да. Я прошу не добавлять ничего в ванночку. Ребенку это все не нужно. Если вы живете в городских условиях, то вы можете использовать обычную водопроводную воду. Она нормальная, не надо ее дополнительно кипятить, кроме того, что мы следим, чтобы не было такой избыточной жидкости в пупочной ранке. Не надо туда добавлять травы, марганцовку, еще что-то. Это не доказано эффективно, зато может вызвать, к сожалению, аллергические реакции. Что еще? Да, еще прошу не купать ребенка любой ценой. Потому что бывает такое, что папа пришел несчастный в 10 вечера, мама его ждала, ребенка не укладывала, он кричит. Давай купать, как, конечно, с тобой купать, и они ближе к 12 начинают купать ребенка. Нет, многим детям это не подходит. Кому-то подходит купание в первой половине дня. Можно утром купать ребенка. Если вам комфортно, чтобы это делал папа, но папа приходит поздно, можно это делать не каждый день. Если это не совпадает со временем, с режимом малыша, тоже можно пропустить. В этом нет такой супер необходимости. Делаем все в таком спокойном режиме. А вот, кстати, про пупочную ранку. Есть какие-то рекомендации, как правильно ухаживать за ней? Современные рекомендации, они призывают не ухаживать особо за пупочной ранкой. Следить только за первой, за тем, чтобы она не была прикрыта подгузником. Сейчас практически везде выписывают ребеночка со скобой. Такая скоба накладывается на пуповину, и вместе с ней выписывают малыша. Через несколько дней после выписки она отпадает. И ничего страшного, не пугайтесь этого момента. И вот после того, как она отпадает, в принципе, родителям хочется начать обрабатывать пупочную ранку. Но исследования показали, что применение сильных и мощных антисептиков, они замедляют так называемую эпитализацию, заживление вообще клеток, ранки. И чем больше мы туда льем спирта, йода, зеленки, спиртовой раствор зеленки, тем медленнее происходит заживление. Что еще плохого в зеленке, когда мы красим ранку в цвет йода коричневый, или в желтоватый, рыжеватый, или в цвет зеленки, мы не видим, если там начинается воспаление. Это важно отследить. Если там появляется покраснение, какие-то отек увеличиваются, какие-то еще реакции, которые вам кажутся, что это неправильно, этого не должно быть, то вот это повод насторожиться и показать пупочную ранку педиатру. И мы не увидим ничего, если она полностью залита зеленкой. Поэтому если вам чем-то хочется обрабатывать, то выбирайте перекись водорода. Если вы готовы к современному подходу, то можно ее ничем не обрабатывать, вести так называемым сухим способом, когда мы ее просто пускаем в самостоятельное заживление и после купания обязательно промакиваем насухо и подгузник либо мы подворачиваем спереди, либо есть специальные подгузники для новорожденных с вырезом под пупочную ранку. Вот это такие важные моменты, касаемые пупочной ранки. Она может немножко кровоточить, но совсем немножко. Если кровотечение усиливается, нужно тоже показаться врачу. В период новорожденности часто сопровождается различными неожиданностями для родителей. И нежная кожа малыша не исключение. Анна, скажите, пожалуйста, как родителям понять, где норма, а когда необходимо обратиться к врачу? Ну, прежде всего, важно знать норму. Мы должны понимать, что есть несколько вещей, которые, в принципе, нормальны. Пушковые волосы, например. Часто малыши рождаются у них на плечиках, вот здесь. У некоторых деток даже брови немножко срастаются с линией волос. Это вот прям моя младшая дочь. Да, да, да. И это нормально, не пугайтесь. Это уйдет, это пройдет. И, в общем, с тем, чтобы ребенок будет созревать, созревать, и по мере того, как он будет созревать, то вот этот пушок, он уйдет. Дальше у ребеночка на носике могут появиться такие точечки, милии. Это тоже нормально, ничего страшного в этом нет. Могут быть даже такие красные пятна, которые называются токсические ритемы. Мамы могут пугать, что это она что-то не то съела. До конца неизвестно, почему это происходит, но это тоже вариант нормы. Это происходит у новорожденных, у недоношенных детей чуть дольше и чуть позже, у доношенных раньше и короче. Но в целом эти красные пятнышки, они проходят. Что еще? Мраморность кожи. Вы можете заметить, что у ребенка в таких прямо пятнах мраморных. Опять же, это может быть признаком морфо-функциональной незрелости. Ребенок созревает, и с течением времени он будет это проходить постепенно. Может быть, такое общее покраснение, такой красный прямо ребеночек, тоже будет уходить постепенно. Желтуха обязательно. Есть у многих, почти у большинства детей она есть. Но условия, при котором ребенок выписывается из родильного дома, это тогда, когда уровень билирубина в крови уже низкий и безопасный. И постепенно, постепенно желтуха будет уменьшаться. И я очень прошу не отменять грудное оскармливание. Если у ребеночка желтуха, это не показание для отмены. Не надо выпаивать или давать какие-то барбитураты. Это все неэффективные способы. Единственный эффективный способ, это взять в аренду коврик, если это необходимо, и специальным ковриком светить ребенка. Но опять же, решение принимает врач. Если это необходимо, он даст эти рекомендации. Еще раз повторюсь, что если какие-то опасные цифры билирубина, то ребенок не выписывается из роддома, и он немножечко там задерживается, лечится в роддоме, пока его цифры билирубина не станут нормальными. Что касается каких-то патологических изменений, то в большинстве случаев, что мы можем увидеть на коже? Много на самом деле каких-то образований. В любом случае, если они вас беспокоят, можно показаться врачу. Из наиболее частых образований это, например, гемангиомы, такие красные пятнышки, ярко-красные пятна на коже. Могут быть невусы или родинки. Они, как правило, это тоже не представляет никакой опасности, но родители могут это насторожить. Могут быть кофейные пятна, пятна отсутствия пигментации. Может быть родинка на ножке, как папиллома. Ну и в принципе, вот такие вот вещи в любом случае показать врачу, проконсультироваться и дальше быть спокойными. Что это получить, какое-то дальше руководство к действию, как с ними быть. А вот еще одно интересное место, за которым тоже нужен особый уход. В моем понимании, подгузник это комфорт для родителей, без которого современная жизнь, она просто немыслима. Я так понимаю, что кожа под подгузником, она нуждается в особом уходе. Какие вы можете дать здесь рекомендации? Ну, на самом деле, современные подгузники, это спасение, конечно, для кожи ребенка в первую очередь. Потому что они содержат в себе вот этот гигроскопичный слой, который никогда с детьми не вынимали, нет? Нет, не пробовала. Попробуйте эксперимент провести, разрезать пополам подгузник, оттуда посыпятся такие хлопья. И вот их можно залить водой, и вы видите, что влить туда можно, не знаю, большую миску. Ведро? Ну, не ведро, но несколько литров можно влить. И он превратится в такую гелеобразную массу. Это привело к тому, что проблема опрелости практически ушла. Из современной медицины практически нет такой проблемы. Есть очень мало ситуаций, когда кожа требует особого ухода. Это более актуально для детей раннего возраста, у которых часто может быть жидкий стул, пенистый стул, может быть даже такие маленькие порции стула, которые выходят у некоторых детей. Это такая особенность его становления, его зрелости, его кишечника. Но, тем не менее, в этот период нужно защищать кожу под подгузником таким кремом густым с цинком, с оксидом цинка. Он будет белого цвета, и он будет хорошо защищать кожу под подгузником. Хочу сказать, что все равно мы рекомендуем принимать так называемый, советский опять термин, воздушные ванны. А какой стул все-таки должен быть в норме у малыша? Хороший вопрос. Стул в период новорожденности так называемый микониальный, может быть помните, густой, коричневый, такой очень пластилинообразный, плотный, вязкий. И он постепенно, первые несколько дней он есть, потом он становится переходным, и потом уже становится такой характерный для новорожденных. Он немножко отличается для детей на грудном и на искусственном вскармливании. Но в целом, опять же, разброс нормы очень-очень большой. Он может быть зеленый, желтый, оранжевый, с коричневым оттенком. Главное, чтобы он не был белым или черным, или с кровью. Вот это то, чего не должно быть. Все остальные цвета, там есть даже специальная табличка, в принципе, допустимы, любые оттенки желто-зеленого-коричневого цвета допустимы, и это в пределах нормы. Он даже также может колебаться по чистоте, может колебаться по консистенции. У многих детей есть так называемая транзиторная или временная функциональная особенность, которая называется транзиторная лактазная недостаточность. И у детей очень жидкий стул, прямо под пеной, или жидкая такая совсем масса. И это тоже может быть нормой. И, в принципе, особо вмешательство, если это не беспокоит ребенка, вмешательство особых не требует. Это решает врач уже после того, как он осмотрит ребеночка. А вот, что касательно неожиданностей с пищеварительной системой, еще что-то есть, о чем должны быть предупреждены наши родители? Да, конечно, есть проблема с рыгиванием. Мы должны понимать, что с рыгиванием – это, в общем-то, функциональная, опять же, норма. У детей такая форма желудка, называется открытая бутылка форма, что есть предпосылки к тому, что ребенок будет срыгивать. И срыгивание до одной, до двух столовых ложек – это норма. Если они в большем объеме, если это срыгивание фонтанами, если у вас ребенок не прибавляет в весе, то, конечно, это повод обратиться к педиатру. Что касается детей на грудном вскармливании, то мы рекомендуем обязательно носить их столбиком после кормления, для того, чтобы снизить вероятность заглатывания воздуха и вот эти вот срыгивания воздуха обеспечить ему. Что касается детей на искусственном вскармливании, то можно рекомендовать им применять специальные бутылочки с клапаном против срыгивания. Они называются антиколиковые или против срыгивающие бутылочки. Они также препятствуют того, что ребенок, когда сосет из бутылки, он заглатывает воздух. Это также важно. Их тоже можно и нужно носить столбиком после кормления. Скажите, пожалуйста, а вот гипертрофированное чувство родителей защитить ребенка абсолютно от всего иногда приводит к тому, что даже те симптомы, которые в принципе являются нормой, мама, папа могут расценивать как патологию. Есть какой-то перечень, когда родители могут не волноваться? Ну, во-первых, температура. Это вообще моя боль, потому что огромное количество детей имеет температуру, которая для них является нормальной. До 37,4, например, считается, что это может быть нормальная температура. У детей вообще она выше. Не сразу устанавливается ритм колебания вечерний и утренний. И некоторые дети нормально живут с такой температурой. И некоторые родители находятся, которые измеряют, переживают, измеряют, обследуют, опять измеряют, переживают. Это такой замкнутый круг бесконечной тревоги родителей. Так вот, если у вас ребенок нормально себя чувствует и всю жизнь живет с температурой 37,2, например, ну, значит, это его температура, это допустимый диапазон его нормальной температуры. Что касается остальных каких-то таких пограничных вещей, то мы должны понимать, что есть норма. Например, дрожащий подбородок в раннем возрасте на крик, на беспокойство – это норма. Малыши начинают плакать, немножко трясется подбородок. Может быть, также может быть, например, сходящееся косоглазие. Когда ребенок в силу того, что у него мышцы у глаза незрелые, он начинает их немножечко сводить, и родители пугаются. Здесь самое главное – не упустить ничего. Вовремя проходить диспансеризацию, вовремя показываться специалистам и не пропустить ничего важного. Здесь я хочу, например, сказать, что есть вещи, которые мы уже в роддоме начинаем обследовать. Ну, например, слух – это тот скрининг, который мы проводим в роддоме. Или скрининг на 5 важных заболеваний, которые мы также проводим в роддоме. И я прошу родителей от него не отказываться, потому что они выявляют те заболевания, от которых мы не видим. Ни вы, родители, ни мы, врачи, мы их не видим с первого взгляда. Они могут привести к инвалидизации, например, возрожденный гипотириоз, фенилкетонурил. Но их 5 основных. В некоторых регионах страны это 16 заболеваний. Но в целом, во-первых, не отказывайтесь от такого скрининга в роддоме. Во-вторых, если вы родили дома или выписались рано, и вам этот скрининг не провели, то необходимо в поликлинике по месту жительства вспомнить про него. И чтобы у вас пришли и забрали кровь. Вот ко мне у меня была ранняя выписка, я не дождалась скрининга. Ко мне пришли, медсестра пришла и взяла этот скрининг дома. Это бесплатная услуга для всех детей, рожденных в России. Тогда, может быть, поговорим о основных манипуляциях, которые должны быть сделаны ребенку в течение первого месяца. Да. Значит, очень... Первый месяц это такой, опять же, можно сказать, скрининг. Смотрит ребенка большинство специалистов. Невролог, педиатр обязательно, хирург смотрит ребенка. Лор-врач смотрит. И в случае, если от акустической миссии, то есть проверка слуха не была проведена в роддоме, то лор-врач проводит акустическую миссию в поликлинике по месту жительства. Ортопед обязательно смотрит. Есть еще очень важное исследование. Это УЗИ тазобедренных суставов. Вот сюда датчик ставят на тазобедренные суставы. Оно позволяет нам выявить дисплазию, врожденную дисплазию тазобедренных суставов. Это тоже скрининговый метод. Что такое вообще скрининг? Это то, что проводится всему населению. Всем независимо ни от чего. И УЗИ тазобедренных суставов должно быть проведено обязательно, потому что оно довольно легко корректируется в раннем возрасте. И уже сложнее ее лечить, если мы поздно ее диагностируем. Обязательно это осмотр окулиста. Плюс это УЗИ внутренних органов. Сейчас это еще УЗИ сердца, УЗИ головного мозга и УЗИ внутренних органов. В том числе УЗИ почек. Это позволяет иметь представление о ребенке и о том, что у него все в порядке. Плюс в месяц жизни мы берем общий анализ крови и клинический анализ крови и общий анализ мочи. И тоже смотрим основные показатели, которые нас там волнуют. Ну и в месяц делается вторая прививочка. Первая делается у нас в роддоме первые две, это туберкулезы от гепатита B первая. И в месяц у нас делается вторая прививка от гепатита B из трех. Вторая из трех. Анна, спасибо огромное за столь полезную информацию. Я думаю, наши мамы сейчас очень рады, довольны, потому что информация, которую вы дали, она очень важная и поможет мамам вовремя диагностировать и понять, в какой момент ее малыш в чем нуждается. Сегодня мы разобрались, как ухаживать за малышом в первый месяц его жизни. И отдельным большим вопросом встает кормление. О грудном вскармливании мы поговорим с нашим следующим экспертом Лукояновой Ольгой Леонидовной. С вами была школа современных мам и пап Филипп Савент.